Остались считанные минуты до уникального события для нашего города. Впервые в истории Тулы здесь, на Центральной площади, пройдет церемония развода конных и пеших караулов президентского полка. А возможным это стало благодаря временно исполняющему обязанности губернатора Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину. Тула, привет! Привет, Тула! Дорогие друзья, поздравляю вас с праздником, с Днем России. Сегодня праздник нашей великой любимой Родины. Родину, которую мы любим, гордимся и верим. Сегодня особенный день нашего общего единства. Стремление вместе идти к высоким целям. Идти и побеждать. Тульская область сильна талантами и людьми. Знаменитые тулики, слава и гордость России. Так было, так есть, так будет. С праздником, с Днем России! Друзья, сегодня впервые на нашем празднике Президентский полк службы коменданта Московского Кремля, Федеральной службы охраны Российской Федерации. Президентский полк – это уникальная воинская часть, решающая специфические боевые задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства и сохранности кремлевских ценностей. Полк подчиняется непосредственно президенту Российской Федерации, верховному главнокомандующему. История этой части неразрывно связана с историей нашей страны. В 1919 году в Кремле была создана школа красных командиров, позднее школа Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. Их принято было называть кремлевскими курсантами. В октябре 1935 года школа была переведена в Лефортово, и задачи по охране Кремля были переданы батальону особого назначения, который впоследствии был реорганизован в полк специального назначения. Полк принимал активное участие в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны. Имена воинов-кремлевцев занесены на памятную доску арсенала Кремля. Три парадных батальона полка принимали участие в историческом параде победы на Красной площади 24 июня 1945 года. За боевые заслуги полку достоин Ордена Красного Знамени. В июле 1976 года в полку была создана рота специального караула. По нумерации она стала первой. Указом Президиума Верховного Совета Советского Союза от 5 мая 1986 года за заслуги в деле обеспечения государственной безопасности Советского Союза и достижении высоких результатов в службе полк был награжден орденом Октябрьской революции. В 1991 году отдельный Кремлевский полк КГБ Советского Союза был переименован в отдельный Кремлевский полк управления охраной при аппарате президента Советского Союза. С 1992 года он стал называться отдельным Кремлевским полком комбинатуры Московского Кремля Главного управления охраной Российской Федерации. Указом Президента России от 20 марта 1993 года отдельный Краснознаменный Кремлевский полк был преобразован в президентский полк комбинатуры Московского Кремля Главного управления охраной Российской Федерации. С того же времени первая рота, рота специального караула, стала обеспечивать проведение протокольных мероприятий. В мае 1994 года в состав полка была введена новая организационно-штатная структура – мотострелковый батальон, который включал мотострелковые, артиллерийские, зенитные подразделения, а также подразделения обеспечения и обслуживания. Батальон стал основной огневой силой полка. В соответствии с федеральным законом об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, указом президента Российской Федерации от 8 декабря 1997 года у вечного огня на могиле неизвестного солдата установлен постоянный пост почетного караула из состава президентского полка. С 2000 года военнослужащие полка участвуют в инаугурации президента Российской Федерации в Большом Кремлевском дворце. Они вносят в зал государственные атрибуты и символы президентской власти. 2 сентября 2002 года на основании указа президента Российской Федерации в президентский полк был включен кавалерийский почетный эскорт, созданный на базе 11-го отдельного казачьего кавалерийского полка. Основной задачей кавалерийского почетного эскорта является обеспечение государственных, церемониальных и протокольных мероприятий. С 2004 года президентский полк организационно стал входить в службу коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны России. 17 сентября 2004 года подразделение полка в составе кавалеристов кавалерийского почетного эскорта и военнослужащих роты специального караула при участии духовой группы президентского оркестра службы коменданта Московского Кремля впервые провели церемонию развода конных и пеших караулов президентского полка на Соборной площади Московского Кремля. С этого времени, в летний период, эта церемония проводится на регулярной основе. И сегодня ее увидит наш город Тула! АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧЕСКОЕ Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok